ДТП с летальным исходом. О статистике дорожно-транспортных происшествий за минувшую неделю смотрите через минуту. Неделя без воды, тепла и света. Проблемы в сфере электро-газа и водоснабжения в республике стали поводом для оперативного совещания, которое провел глава республики. Главное правильно преподнести. Представители духовенства и туризма региона обсудили вопросы тесного сотрудничества и то, насколько важна работа гидов. Техника, тактика и ловкость. Более 300 грэпплеров из разных уголков республики и регионов России выступили на 13-м турнире серии «Баттл ПРО». Четыре человека погибли, еще 30, среди которых трое детей получили травмы. Это неутешительные сводки аварии за минувшую неделю. За период с 9 по 15 января на дорогах республики зарегистрировано 21 ДТП. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно рекомендуют участникам дорожного движения быть бдителями и соблюдать правила. В Каспийске идут работы по восстановлению электроснабжения части населения. Напомним, что в ночь на 15 января произошел пожар на подстанции, которая обеспечивала светом не только многоквартирные дома, но и социальные объекты. В результате инцидента никто не пострадал, однако многие районы города оказались обесточенными. После диагностики причин и следствий возгорания из Махачкалы и Хасавюрта было привезено оборудование для замены сгоревших устройств. Продолжение темы. Сергей Меликов провел оперативное совещание по проблемам в сфере электрогаза и водоснабжения в республике. Это и аварии на подстанциях, и пожары в многоквартирных домах, а также сбои в работе коммунальных служб за прошедшую неделю. Кроме того, глава региона анонсировал на встрече и новые кадровые решения. Подробнее в сюжете Патимат Ханаповой. Опять погода нас подвела. Курирующий вице-премьер Манвел Мажонц был спокойный и невозмутим. По словам чиновника, подготовка к осенне-зимнему периоду в регионе была проведена на уровне, однако стихия внесла свои коррективы. Сначала низкие температуры, которые привели к снижению давления газа потребителями, и потребители были вынуждены переходить на электрический обогрев, что создало напряжение с точки зрения трансформаторов мощностей в электрических сетях. Затем мокрый снег, который, значит, налипание мокрого снега на провода, что привело к многочисленным обрывам. Генеральный директор у сети Северный Кавказ поддержал Мажонца, и на самом деле, отметил он, перебои связаны с погодными условиями. То, что произошло в Каспийске плохо, 50 тысяч людей без света, но мы работаем, подчеркнул докладчик. В электроснабжении мы направили, и в том числе как раз со склада Дагенерго, два комплектного распределительного устройства наружного исполнения. Привезли их ночью, подключили к исходящим кабельным линиям, к сети 110 кВт. В итоге в три часа ночи мы половину потребителей запитали. От первого комплектного распределительного устройства, второе комплектное распределительное устройство тоже подключили. Трансформатор 10 мегавольт ампер привезли сейчас на площадку, разгрузили, сейчас его готовят подключить. Однако такая форма докладов не устроила главу региона. Сергей Меликов таки сказал, отчетность одно, а реальное положение дела – это совершенно другое. И правительства и муниципалитеты должны заранее быть готовыми к рискам. Безопасность людей превыше всего, но в погоне за личной выгодой многие руководители ресурсоснабжающих организаций нарушают элементарные требования. Что и произошло в Хасабюрте, напомнил глава про хлопок в многоквартирном доме. Правовую оценку деятельности организации «Дакгаз» будет уже давать следствие. Если в его бытность руководства люди неоднократно обращались с жалобами на утечку газа, и он ничего не сделал. А вот эти люди, которые сегодня ютятся по своим родственникам, женщина пожилая, которая получила травмы, жильцы этой квартиры на первом этаже, которой просто нет, которые когда-то скопили, наверное, небогатая семья, потому что на первом этаже квартиру купила тоже небольшую по объему. А они что, плохие? Далее речь зашла о кадровых переменах в правительстве. Из примеров министры и наоборот. Абдурахман Махмудов поменялся местами с Мурадом Казиевым. И это не единственное изменение в региональном Кабмине. Мы определились на сегодняшний день с кандидатом, и уже теперь не с кандидатом, а с руководителем Министерства экономики и территориального развития. У нас был разговор с Гаджи Руслановичем Султановым, когда он эту должность освобождал, с тем, что придет время, и я его на эту должность приглашу вернуться. Мы выстроили некие позиции новые, которые поддерживаются сегодня федеральным Минэком, и я хотел бы, чтобы Гаджи Русланович вернулся и продолжил работу в этой должности. В этой должности в связи с этим состоялся указ. А начальником управления по опросам переселения лахского населения мною предложено, и он согласился возглавить, айди его Магомед Гаджи Шахамирович, главе Новолахского района. Закончили тем, с чего начинали, коммунальных проблем. Меликов отметил, Дагестан давно нуждается в создании колл-центра, который позволит населению оперативно решать вопросы, связанные со светом, водой и газом. Ответственные жилица должны найти эффективные пути решения, возникающих в коммунальной сфере проблем. По тематам Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. В муфтиятии Дагестана состоялась встреча с гидами республики. Представители духовенства и сферы туризма обсудили вопросы тесного сотрудничества. Религиозные деятели напомнили о важности работы гидов, отметив, что от них зависит правильное восприятие гостями региона культуры и традиций Дагестана. Сегодня люди из различных регионов хотят познакомиться с нашей культурой, с нашими традициями, с нашими обычаями. Все будет им интересно, вы это знаете лучше меня. И поэтому то, как мы себя покажем им, от этого зависит, конечно, их оценка, и которую даст вся страна оценка Дагестану и весь мир, можно даже сказать. В ходе беседы представители духовенства ответили на интересующие гидов вопросы и подарили им ценные книги. В рамках мероприятия для гостей также провели экскурсию по отделам Уфтията и центральной джума мечети столицы. Сегодня мы здесь именно обсуждали те вопросы, которые нам необходимы, как гидам, как правильно представить нашу республику, как правильно представить те религии, как мы правильно тут живем, наши обычаи, наши традиции. Мы, как гиды, озвучили те вопросы, которые нас интересуют, и со стороны Уфтията тоже было очень подробно и очень излагали свои мысли, как они ведут эти проблемы и как вместе решать эти вопросы. И те наболевшие вопросы, которые есть у нас, мы их положили в Уфтияту, а Уфтият со своей стороны продолжил нам решение этих вопросов. Вопросы, касаемые не только вероисповедания, не только ислама, вопросы, касаемые исторических объектов их охраны. И самое важное – правильные презентации, правильное составление Дагестана, ислама перед нашими туристами. Когда я говорю своим туристам, что мы приехали в Дагестан, это самая гостеприимная земля, я ни разу не ошиблась, потому что даже сегодня я имею очень ценный дар. Мне подарили два издания «Покорная Бога» или «Послушная тема» и «Благонравие правников». В Дагестане в 2023 году заменят импортный фундук на собственный. В Сулеймансальском районе его уже начали выращивать, уже готовятся получать первые урожаи. Напомним, ранее фундук завозился из Азербайджана, Италии и Турции. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства республики, климат Дагестана идеально подходит для выращивания этой культуры. Около 24 миллионов молодей различных видов рыб пополнили водоемы реки Дагестана за год. По данным Росрыболовства, мальки были выпущены в реки Терек и Сулак. Это такие рыбы, как Каспийский лосось, русский осетр, кумжа, кутум и сазан. По итогу, общая цифра выпуска личинок рыбы и численность водных ресурсов выросла на 6%, чем планировалось изначально. Техника, тактика и ловкость. Более 300 грэпплеров из разных уголков республики и регионов России выступили на 13-м турнире серии «Баттл ПРО». Соревнования прошли в столичном спорткомплексе «Спартак». На ковер выходили представители разных возрастных групп – дети, молодежь и взрослые. В отдельных категориях боролись мастера, кому за 30 лет и за 35. Особенность турнира также в том, что здесь свои силы могли проверить только грэпплеры, у которых нет спортивного разряда. Конкуренцию местным спортсменам составили команды из Москвы, Чеченской республики, а также из городов Сибирского федерального округа. По итогам турнира больше всех золотых наград завоевали представители клуба «Юниверсал Файтерс». Победители получили медали, денежные премии и подарки от спонсоров. Потихоньку вырастает уровень, количество участников. И у нас турнир отличается тем, что у нас борются неразрядники, турнир для начинающихся, чтобы ребята могли пройти обкатку, как говорится. Мы в этот раз не пожалели, внесли, там вывели финалиста на большой экран. Все финалисты выходили с фотографиями на большом экране, как положено. И в дальнейшем тоже будем так держать. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. До встречи.